так хватит меня переключать пообщайтесь со мной доброй ночи приветствую вы откуда будете я из украины я вас не видел в мультике черепашки ниндзя вы не антагонист человеком из человека паука по моему антагонист с этим торго там штрихот на затылке из компьютерной игры hitman да да с хитманом не вытва такая версия хитмана который побывал годик в армении ну и с шреком и даже каким-то американским рэпером на кого только не похож жанглот ван дам вот не помню с каким-то американским рэпером вас как зовут дмитрий меня зовут микаэл я из украины вы откуда дмитрий области я из киева как относитесь к войне между россией украины ну к самой войне конечно отрицательно война это всегда было а и сло поддерживать правильно как и 80 процентов населения ожидаемо ветер так не ну вы чего хотите есть вы правильно бог бог вам тело дал а мозги забыл добавить ну давайте чуть 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 можно я чуть-чуть извилин вам направлю чуть-чуть добавлю чуть-чуть так дмитрий вы поддерживаете сфо я правильно принимать понимаю вы разбирались или нет разбирался но разобравшись поддерживаете сфо или как зомби все можете цели сфо назвать дмитрий официально или фактически официально конечно официально демилитаризация остановитесь пожалуйста что такое дэнасификация вытравливание из украины всего националистического националистического а быть националистом это плохо смотря в какой пропорции как кровь национализм это нормально а вот крайне национализм это уже то что нацизм называется в германии вы хотя бы загуглили бы понимали что нацизм и национализм это разные вещи немножко понимаю что это разные вещи другого я понял как идет ваша дэнасификация дмитрий вообще-то этими занимаюсь я ж не на фронте игру я в нескольких тысяч километрах от линии фронта с ней я спрашиваю у вашей армии вы же изучали свой как идет дэнасификация вот можете мне дать любой российский источник чтобы мы посмотрели результаты вашей дэнасификации за два с половиной года хоть где-то они есть два с половиной года так это и так можно перечислить давайте это то что азовское море стал утренним морем россии еще что азовское море стало внутренним морем россии для дэнасификация в том числе дмитрий вы путаете18 понятие дэнасификация и окупация Это оккупация называется. Дмитрий, я закончу. Вооруженный захват чужой территории – это оккупация. Я у вас спрашиваю результаты денонсификации. Будьте добры. Нет, так территории, которые мы... Окупировали? Да, будет оккупировали. А вы другой глагол хотите добавить? Что-что? Вы другой глагол хотите использовать? Не оккупировали? Другое оккупирование. Я говорю, вы другой глагол хотите использовать? Ну, это, как сказать, освободили. Освободили. Если вы освободили эти территории, пожалуйста, скажите мне дату, когда у вас Украина их оккупировала. Нет, мы освободили их от нацистской власти. Еще раз. Если вы освободили территорию, то значит она у вас Украина, то бишь оккупировала эту территорию, раз вы их освобождаете. Это называется деоккупация. Раз вы де... Да, значит вы используете термины, не понимая их значения. Если вы эти территории деоккупировали, скажите мне, когда... Нет, мы их деоккупировали, мы освободили, это вещь разная. Что значит освободили? Освободили, значит освободили от кого-то или от чего-то. Мы освободили от незаконной власти, которая в 2014 году незаконно оккупировала Украину. Незаконной власти. Что такое незаконная власть и с чего вы решили, что она незаконная? Ну как с чего? Майданк, известно, по сути, выгнал сверх законного президента Януковича. И по каких-либо процедур привел к власти нынешних руководителей. То есть вы считаете, что было нарушение Конституции, да? Ну, процедура, мягко говоря, не была соблюдена. Ага, из-за того, что было нарушение Конституции, свергли, как вы говорите, Януковича. Получается, по вашему мнению, после этого все президенты нелегитимны, да? Ну, по сути, да. Вы отвечаете за свои слова? Подождите, Дмитрий, вы отвечаете за свои слова? Да, отвечаю. Тогда получается, по вашей логике, в 93-м году, когда Ельцин сделал госпереворот, и это признали все ваши высшие органы, после него все президенты нелегитимны. Путин и Медведев нелегитимны, правильно? Так, ну нет, скорее всего. Так, оп, оп, что? А, скажем так, Ельцин не переворот делал. Ваш гоституционный суд, Верховный совет, Совет народных депутатов, все ваши высшие органы признали, могу все документы прямо сейчас показать, что Ельцин нарушил Конституцию, сделал госпереворот. Там написано, если Ельцин нарушает Конституцию, то бишь президент, Ельцин, а президент, если нарушает Конституцию, он больше не является президентом. Он нарушил ваш Конституционный суд, это подтвердил. Получается, раз он нарушил Конституцию, и он больше не является президентом, то после него, я закончу, то после него все следующие президенты нелегитимны, правильно? Можно задать решение Конституционного суда? Конечно, могу. Номер продиктуете, пожалуйста. Да, конечно. Вы откройте, прочитайте? Ну, продиктуйте дату и номер. Да, а вы откройте, прочитайте, что ли? Какой вы интересный персонаж, вы мне нравитесь. Только не убегайте, пожалуйста, окей? Да, вы продиктуете просто, я открою себя, запишу. Да вы бы слух прошли, было бы прикольнее, не? Так. Так, Ельцин сейчас, опа, Ельцин, переворот. Так, вам нужно, так, сейчас, Конституционный суд, нашел. Заключение Конституционного суда Российской Федерации, напишите сейчас в гугле, да? Вот я вам скажу, а вы напишите. Заключение Конституционного суда Российской Федерации от 21 сентября 1993 года, номер 1400. Подождите, какого года? 21 сентября 1993 года, номер 1400. Народ, совсем недавно вышла моя новая песня, которая так и называется «Моя», и именно с этой песни начинается моя новая музыкальная карьера. Поэтому убедительная просьба каждому из вас. Ссылка на эту песню находится в описании под этим видео. Просьба, перейдите, пожалуйста, посмотрите, послушайте, оцените, поставьте лайк, если вам нравится, ставьте комментарии. Я буду лично читать все комментарии. И самое главное, подпишитесь на мой новый музыкальный канал, так как на этом новом музыкальном канале скоро будет очень много новой, качественной, украинской музыки. Перейдите, посмотреть, оценить, оставить комментарий и подписаться. Я все проверю лично. Смотрим наш ролик дальше. Приятного просмотра. Вы пока ищите, можно я вам прочитать, что там написано? Да, давайте. Пункт, может сказать, я уже открыл. Прочтите вслух. А какой пункт? Там решение большое очень. Не большое, оно маленькое. Вот у меня открыто. Очень маленькое. Вот. Заключение прочитайте. Заключение само внизу сейчас. Давайте, да. Так, заключи. Так, секундочку. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Заключение конституционного суда было... Слух, если несложно. Так, я все еще... Так, вот. Таким образом, заключение конституционного суда было принято с грубым нарушением процессуальных норм. При полном отсутствии каких-либо попыток исследовать тех обстоятельств, которые входят в исключительную компетенцию Верховного суда, что повлекло с собой неадекватность оценок и необоснованность его выводов. Конституционный суд, как говорю, в заключении дал оценку действиям президента, выразившимся в издании указа обращения гражданам. Фактически, признан несоответствующим конституцией указ президента 93-го года... Давайте я закончу, тут самое главное. И служит основанием для отрешения президента Российской Федерации Ельцина о должности и приведении в действие иных специальных механизмов его соответствия в Конституции Российской Федерации. Это... Секунду. Это конституционный суд. Это конституционный суд. Нет, пункт еще. Вот-вот, я открыто у меня решение конституционного суда. Пункта где, который... Не вижу этого, что же вы читаете. Ну, я не знаю, где вы читаете. Я вот открыл документ и вижу... У меня полный решение. Вот у меня тоже... Так, покажите еще раз перед экраном. Напишите... Сделайте Ctrl-F и напишите слова «Служат основанием». Ctrl-F и «Служат основанием». Сейчас найти в тексте. Так, это... Ладно, Ctrl-F. Секунду. Нет, у меня здесь не рвала. Сейчас служит основанием. Сейчас. Так, ага. Так, заседание. Сейчас, сейчас, сейчас. Так. В заседании, прежде всего, поставим вопрос в предмете рассмотрения дела в следующей процедуре предусмотренных законов КСНТК. Обрата на реформе заключается в соответствии с Конституцией РФ, действия решений президента РФ, если согласно Конституции, не конституционность. Эти действия служат основанием для отрешения президентов и проведения в действии нового специального механизма его соответствия. Что? Вы выяснили, что Конституционный суд сказал, что Ельцин нарушил Конституцию и должен покинуть пост. Так ведь это же Конституция, дата 21 сентября 1993 года. Да, да. Конституция была принята 12 декабря, то через несколько месяцев. Нет, в этот момент у вас уже была Конституция и там был четкий пункт, который Ельцин нарушил. Там этот пункт укажен. Следующий документ, который вы откроете, это Верховный Совет Российской Федерации. Верховный Совет Российской Федерации тоже признал, что Ельцин нарушил Конституцию и должен, и его полномочия прекращаются с 20 минут 21 сентября 1993 года. А СИЕС народных депутатов тоже признал, что Ельцин нарушил и должен уйти. В Президиум Верховного Совета Российской Федерации все документы... Металюга Эшкере. Привит зи Львова. Дякую, дякую. Все эти органы признали, что Ельцин нарушил Конституцию. А именно, статью 121 пункт 6, а там написано. Полномочия президента Российской Федерации не могут быть использованы для изменения национального государственного устроя Российской Федерации, распуска, либо приостановления деятельности любых законно избранных органов государственной власти. В противном случае они прекращаются немедленно. Вот эти все ваши официальные органы признали, что Ельцин сделал госпереворот и он должен уйти. Но Ельцин не ушел. Если вы насчет Януковича все, что говорили, вы отвечаете за свои слова. Получается, по вашей логике, после Ельцина, кто был президентом, то бишь Медведев, Путин, Медведев, Путин, то бишь Медведев и Путин, они нелегитимны. Иначе вы балабол. Слушаю. Друзья, все вы прекрасно знаете, что я больше не сохраняю свои прямые трансляции на своем YouTube-канале для нашей с вами безопасности. Но мной было принято решение, что все прямые трансляции в дальнейшем я буду загружать на свой Telegram-канал. Ссылка на мой Telegram-канал находится в описании под этим роликом. Поэтому призываю всех обязательно прямо сейчас подписаться на мой Telegram-канал, чтобы в дальнейшем, если по каким-то причинам вы пропустили эфир, зашли потом в Telegram-канал на следующий день и посмотрели. Смотрим наш ролик дальше. Приятного просмотра. Все вот этот Верховный Совет и так далее, это был не госпереворот, это была фактически гражданская война. И там уже не вопрос такой законности. Тут вопрос победителей в гражданской войне. То есть сошлись две ветви власти. С одной стороны Верховный Совет, с другой стороны там еще какой-то орган был. Какой орган определяет нарушение Конституции? Конституционный суд. Ваш Конституционный суд определил, что Ельцин нарушил Конституцию. Покажите решение наше Конституционное суда. Такого решения не существует. Если вы отвечаете за свои слова и говорите, что в Украине был госпереворот и нарушение Конституции, и после этого, после Януковича, все президенты легитимные, тогда эта логика же работает и в вашу сторону. Получается, после Ельцина, Медведев и Путин нелегитимные. Или же вы балабол? Я не балабол. То, что я зачитал, что решение Конституционного суда наступит к нарушению процессуальных нормам. Ага, все, я понял, я понял, Дмитрий, я понял, Дмитрий. Я вот вам показал решение вашего Конституционного суда. Вы решение Конституционного суда моего не можете показать. Еще раз, повторяю еще раз, я вам доказал, показал документы официальные, что ельцин сделал госпереворот нарушил конституцию и использовал использовал вашу логику и по вашей логике медведев и путин нелегитимные я правильно понимаю или они легитимные вы можете говорить все что угодно может для вас это была четвертая часть мстителей марвела мы судим не то как вы хотите а то по документам то что для вас для вас в украине есть биолаборатории для вас возможно я армянский нацист меня не интересует как для вас не интересует как есть на самом деле вы сказали если стране был госпереворот нарушили конституцию после этого все президенты нелегитимно это ваши слова я вам показал документы по которой говорят что был госпереворот и было нарушение конституции ответьте за ваши слова и скажите что после этого президенты нелегитимны или это другое это другое дмитрий я так обожаю дайте угадаю вы русский по национальности да это видно это видно нет давайте говорим про более приземленных вещах об этом уже не интересно говорить да слишком слишком сложно если чтобы так сказать спорить с вами нужно конкретно изучать материалы приготовить и документы предоставить нет это страниц у меня чтобы его изучить от довольно долго уж не будет интересно ваши результаты динансификации по не покажете что мы захватили часть территории на захватили это хорошо что вы признаете что вы оккупанты дальше и соответственно боремся с покажите мне вот на любой оккупированной территории результаты динансификации я скажу вы молодец любой российский источник можете открыть я разрешаю сейчас секунду давать я знаете каждый раз о чем думаю что мне больше нравится секс женщин или секс с русскими это это приносит колоссальное удовольствие не могу понять так нет это немножко на секунду сейчас с этой организации есть короче если по простому полиция и фсб на освобожденных ну по вашему оккупированных территориях постоянно ловят тех кто трудничает с украинцами это для нас есть динансификация то есть соответственно борьба с украинской национальной два с половиной года любой 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 факт видео фото телеграм пост все что угодно дайте мне что-нибудь про динансификацию что-нибудь по динансификации блин секунду эти армяне блядь вечно с фондом и блядь эти армяне блядь достали уже эти армяне блин каждый раз эти армяне каждый раз нас русских пишут и макать говно блин зачем их помогли тогда с турками зачем мы им помогали вот примеру сейчас скажу так вот сайт вео новости сообщение вот так 26 мая 22 в детской библиотеке мелитополя в детской библиотеке мелитополя обнаружили склад нацистской литературы вот почему с фотографиями прям приложена то есть вот как сообщили журналиста начальник управления культуры спорта и молодежи города мелитополя военно-гражданской администрации андрей бойко среду открыли брошенную детскую библиотеку на улице богдана хмельницкого и примерного и при первом осмотре обнаружили книги явно псевдо исторической направленности и националистического характера то есть вот как раз от подобного освобождаем ну что я выпросили пример я привел пример так ваша денацификация это что что вы в мелитополе нашли нацистскую библиотеку не искали я тепла в детской библиотеке книги так откройте фотку сайт риа новости скажите там прочитать я вам верю вот загуглите в детской библиотеке мелитополя обнаружить склад нацистской литературы загуглите я вам верю прочитайте там название так вот б-52 фактов про историю на украинском 100 фактов про историю на украинском это нацистская книга ну с искажением истории вы нашли книгу на украинском языке это нацистская книга подождите а с каких пор то есть риа новости да я уточняю риа новости не я уточню риа новости в нацистскую литературу включила книгу на украинском языке про украинскую историю не повторяю еще раз зачитаю то что я прочитал поэтому для куча сказать книга на украинском языке и история украины искаженнаяina вот именно что искаженное не но здесь чисто нацистской вот Так, «Украинская нация, шлях до самовзвеночения». Самовызначение. Ну, тут покрыться просто. Так, и что это означает? Подождите, что это означает? «Украинская нация, шлях до самовызначения». Что это означает? Я на украинском не разговариваю. Просто тут фотка вот этих изъятых книг. Вот я читаю. Подойди, я эту книгу найду. Открой сайту, фотку посмотри. Украинская. «Украинская нация, шлях до самовызначения». До самовызначения. Нет, я вот тут русскими буквами «визначения». Визначения. Вы еще и фейки не умеете делать. Там на русском написано. И русскими буквами. Там написано на украинском языке русскими буквами? Нет, а вот «Украинская нация» украинскими буквами. А вот это... Бля, какие вы... Вы не можете даже фейки сделать! Вы написали на украинском языке... Подожди. Вы написали на украинском языке русскими буквами неправильно? «Самовызначения» вы написали, да? Нет, фотка была. Это фотка. Прочитай, как написано. Вот сейчас. «Самовызначения»? Ну, насколько... «Самовызначения». «Фух, бля, это кру...» «Ты, мужик, ты топ!» «Я тебя уже люблю». «Слушай, ну, Гру, это украинск издателью, как обложку у вас в издательной форме, я фотку читаю, я не перечитываю...» А я хочу поинтересоваться. «Подка выложим». Можно я поинтересуюсь? С каких пор русскниги, где есть русский язык, это нацистские книги? Нет, так... Скорее всего. Что? Смотря что написано. С каких пор книги написаны на русском языке, это нацистские книги? Вы что, нацисты? Русский язык, язык нацистов? На любом языке можно писать нацистскую книгу, хоть на арабском, хоть на иврите, хоть на идише. То есть написано, украинская... То есть книга, в которой написано про украинскую нацию, вы определили как нацистскую книгу, да? Не определил, а те, кто ее нашли. Вот те, кто ее нашли, определили, что... Вот книга, где написано про украинскую нацию, это нацистская книга. Указываю. Начальник управления культуры, спорта и молодежи города Мелитополя. Ага. Андрей Бойко. Вот. Он сказал. Он об этом рассказал. Он и рассказал, что книга, где написано про украинскую нацию, это нацистская книга. Ну, согласен. Согласен. Это «Де нацифика». Согласен, да. Тут логика есть. Книга, где написано про украинскую нацию, это согласен. Да, это нацистская книга. Согласен. Ты не вырывай слова из контекста. Я понял. Я понял. Окей, все. Больше вопросов про де нацификацию нет. Я понял, как вы проводите нацификацию. Вы просто находите украинские учебники. Все понятно. Несмотря какие. Да я понял. Все. Это аргумент. Это аргумент. Дмитрий, это аргумент, я считаю. Расскажите про ваш бой с Человеком-пауком. Как вы выиграли, проиграли? Ой, смешно. Я все-таки не герой Марвелла. Не, вы не герой, вы антагонист. Ну, и не антагонист тоже. Да. Лучше ответи на мои вопросы. А то я многому тебе отвечаю. Давайте. Задавайте. Только можно один вопрос, и я пойду дальше, окей? Потому что у меня примеры песни, меня ждут. Давай. Давайте ваш вопрос. Любой. Да, никак вопрос. Давайте. Чем вообще закончится эта война? Понятия не имею. Переговорами. Переговорами езжу, понятно. А общий итог какой будет? Не знаю. Понятия не имею. Смотря, когда закончится. Не знаю. Вообще не знаю, честно. Переговорами. Только знаешь, что я знаю? Что? Можно на ты, да? Да, да. Как бы не закончилась война, вот как бы не закончилась? Даже если вот останемся на наших, на тех территориях, которые мы сейчас есть, да? Но это тоже невозможно. Денцификация будет провалена. Ой, денцификация говорю. Ну, денцификация тоже. СВО будет провалена. Знаешь почему? Потому что денцификацию не выполнили, демилитаризацию не выполнили. В процессе. Я же говорю, вот в какой момент не закончится, вы ни демилитаризацию не выполнили, ни денцификацию. СВО будет провалена. Не, ну если остановимся, грубо говоря, до польской границы. СВО будет успешно, знаешь когда? Когда вы захватите всю Украину. Ну да, согласна. Вот, это будет успешное СВО. В любом другом раскладе СВО провалено. В любом другом раскладе. Почему? Если, допустим, большую часть Украины захватит. Даже если большую часть захватит, в меньшей части останется и армия, и, как вы называете, нацисты. Не, вот это, ну смотри, останется нацисты, это да, согласен. То есть денцификация, если останется, как вы называете, нацисты, то денцификация провалена. Если останется еще и армия оружия, то и демилитаризация провалена. По поводу демилитаризации тут, как раз, очень спорно. Да, армия останется, оружие останется, но если мы захватим больше участия, то содержать нормальную боеспособную армию... Кто тебе сказал? Демилитаризация это полностью уничтожить армию, разоружить. Полностью. Оружие и чтобы ни оружия не было, ни людей. Вот это демилитаризация. Нужно просто лишить достаточно боеспособности. Нельзя. Нет, смотри. Боеспособность. Что же значит лишить боеспособности? Если будут люди, которые будут по вам стрелять, то эта демилитаризация не выполнена. Нет, ну вот отсутствие, допустим, способности держать авиацию тяжелую. Смотри, вот смотри, давай так. Если, например, война закончится так, что Херсонская и, например, Запорожская область будут полностью под контролем Украины, да? А под контролем России будут Крым, Донецкая и Луганская область. Например. Вот я гадаю. Вот, например, да, вот так закончится. Это будет считаться, что демилитаризация и донсификация выполнена? Нет, там же еще другие области из Украины. Нет, если вот так вот закончится, это будет считаться, что демилитаризация и донсификация выполнена? Нет, нет, слишком мало территорий получается. То есть это будет провалено? Ну да. Ты обещаешь мне, если вот так закончится, ты выставишь пост и скажешь, я утверждаю, что СВО провалено? Нет, такой фиг я не занимаюсь. Чего? Чего? Нет, я на провокации таки уж не подаю. Но если так закончится, ты будешь считать, что СВО провалено? Если я тебя в будущем когда-нибудь сейчас рулетку увижу, ты мне признаешься, что СВО провалено? Да, то есть если мы так мало захватим, то действительно СВО провалено. Мне так нравится, что ты говоришь, судяя словом, захватим, что ты сам признаешь, что вы оккупанты. Ну, так, скажем так, война, история человечества, история войн, захват такой территории на войне, естественный процесс, как сама война. Что тут удивляться? Войны были до СВО, войны будут после СВО. Так что, просто называю вещь своими именами. Ну, ладно, дальше пойду. Покедова. Давай. Не понял. Не понял сейчас. Покедова. Покедова.